SCP-1522. Корабли, уходящие в ночь. Объект номер SCP-1522. Класс объекта нейтрализованный. Особые условия содержания. Наблюдение за SCP-1522-1 и SCP-1522-2 было возложено на МОК-Гамма-7 Крада. Крада – это традиционная варяжская погребальная ладья костер. Бальдра. В состав МОК-Гамма-7 входили два катера класса «Гамильтон», а также один патрульный корабль «Легенда» – корабль SCP-- с приписанным к нему штатным вертолетом. Маршруты гражданских судов были перенаправлены в обход предполагаемого курса SCP-1522-1-2. При невозможности соблюдения данного условия, МОК-Гамма-7 было предписано применять сигнальные ракеты для привлечения внимания SCP-1522-1 и SCP-2 и отвода их в уединенные области океана. Описание. SCP-1522 служит обозначением для двух рыболовных траулеров, SCP-1 и SCP-2 соответственно, по 39 метров в длину каждой. Тра-1 и Тра-2 были способны развивать скорость, превосходящую допустимую согласно технической спецификации значения. До инцидента 1522-РО максимальная зарегистрированная скорость составляла 120 узлов. Рули управления на мостиках Тра-1 и Тра-2 проявляли самостоятельную подвижность, однако не поддавались воздействию со стороны персонала фонда. Тра-1 и Тра-2 предположительно обладали разумом, как правило, реагировали на поданные минусом сигналы о смене курса. Согласно документации, Тра-1 и Тра-2 были построены одновременно в 1991 году на верфи Паркалмарин, расположенной в Уидбе, Великобритания. После постройки Тра-1 и Тра-2 вследствие финансовых затруднений простояли в порту Уидбе в течение нескольких месяцев, после чего были проданы двум различным заказчикам. Оба объекта находились в эксплуатации соответствующих компаний в течение трех лет, по истечении которых были списаны по причине постоянных неполадок. В указанный период времени объектами не проявлялось никаких аномальных свойств. Не установлено, были ли Тра-1 либо Тра-2 разобраны на металлолом в действительности. В мае 1927 года SCP-1522-1 и Тра-2, отремонтированные и покрашенные, были обнаружены у южного побережья Аляски. Объекты следовали за самкой серого кита с детенышем. Призовое подразделение фонда не обнаружило присутствия команды ни на одном из кораблей. Большую часть времени Тра-1 и Тра-2 проводили в поиске различных видов китообразных и последующей игре с ними, подражая китовому зому с помощью сигналов эхолота. В ходе наблюдения за животными корпуса Тра-1 и Тра-2 регулярно приходили в соприкосновение на длительное время. В течение семимесячного нахождения в Арктике, предположительно в поисках особи гренландского кита, Тра-2 столкнулась с айсбергом. В результате столкновения фрагмент айсберга пробил внешний корпус Тра-2, препятствуя освобождению объекта. SCP-1522-1 в течение нескольких месяцев буксировал Тра-2 вместе с айсбергом в теплые воды, пока айсберг не растаял. Тра-2 оставалась на плаву, однако ее зарегистрированная скорость движения в дальнейшем не превышала 10 узлов. Приложение 1522-1. Протокол инцидента 1522-РО, произошедшего в середине 2011 года. В 60 километрах к северо-западу от Алла-Пула, Шотландия. Предисловие. Приведенный ниже протокол составлен на основе свидетельских показаний и видеозаписи МОК-гамма-7. SCP-1522-1 и SCP-1522-2 следовали за стадом китов-полосатиков. Начало протокола. 1.51. Тире-1 огибает тире-2 со стороны носа, затем совершает короткий рывок на 80 узлах. Поднятая волна разгоняет нескольких полосатиков и слегка раскачивает тире-2. 1.54. Тире-2 подходит к тире-1 с левого борта и гудит туманным горном. Оба объекта разворачиваются в юго-западном направлении. 12.18. Тире-1 и тире-2 останавливаются на месте. В течение 17 секунд ни один из кораблей не проявляет активности. Затем тире-1 разворачивает погодный радар в сторону тире-2 и подает три долгих последовательных гудка 12.19. Корабль SCP-1 регистрирует по азимуту 340 приближение противокорабельной ракеты RGM-84 «Гарпун». Согласно направлению ее движения ракета выпущена по SCP-1522-2 12.20. Тире-2 подает четыре последовательных гудка, после чего направляется бортом к борту тире-1 на скорости восьми узлов. Тире-1 и тире-2 мягко соприкасаются. Коус-Минос регистрирует по азимуту 340 приближение второй RGM-84 «Гарпун». 12.22. Тире-1 разворачивается по азимуту 340, затем ускоряется до 4 махов, что порождает большое облако водяного пара и ударную волну высотой приблизительно в 60 метров. Спустя 23 секунды SCP-1522-1 скрывается за горизонтом. 12.23. Ракеты «Гарпун» попадают в правый борт тире-2, нанося корпусу объекта обширные повреждения. Все освещение на тире-2 гаснет, объект начинает тонуть. 12.26. Тире-1 возвращается с той же стороны, в которой скрылся ранее. Туманный горн тире-1 непрерывно гудит. Тире-1 заходит с правого борта тире-2, предпринимая попытки удержать ее на воде. 12.28. После полного погружения тире-2 под воду, регистрируется множество исходящих от тире-1 сигналов эхолота. Тире-1 выполняет последовательность сложных скоростных перемещений. В попытке поднять тире-2 на поверхность, возникшие в результате глубинные течения порождают несколько областей высокого давления под тире-2. 12.30. Потеря видимости тире-2 с поверхности воды. Тире-1 полностью замирает. 6.00. С корабля SCP-1 к SCP-1 направлен вертолет MH-65 «Дельфин». Признаков активности тире-1 не наблюдается. 19.36. Тире-1 подает непрерывный гудок. Эхолот-1 регистрирует отделение от SCP-1522-1 массивных прямоугольных объектов, опознанных как фрагменты обшивки. В течение 10 минут SCP-1522-1 полностью погружается под воду. Конец протокола. Заключение. Был запланирован подъем SCP-1522-1 и SCP-1522-2 со дна с последующей транспортировкой в зону 6 в Свальборде для утилизации. Вследствие неблагоприятных погодных условий процедура утилизации была отложена на несколько месяцев, что привело к ухудшению состояния объекта. Смотрите приложенную иллюстрацию. По координатам 59 минут 30 секунд N, 6 минут 9 секунд W были обнаружены останки корабля ГОК неустановленного класса. Спасательные шлюпки отсутствовали. В приложении 1522-2. Спустя некоторое время после вытаскивания Тире-1 и Тире-2 возле останков объектов был замечен неопознанный гуманоид. Попытка отследить и задержать субъекта не увенчалась успехом. На мостиках Тире-1 и Тире-2 были обнаружены идентичные записки. Их содержание приведено ниже. До последнего мгновения они были счастливы. Не всем кораблям суждено уходить в ночь. Панглос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok